Давай. Вот хотел сегодня дать совет людям православным, которые посещают православные храмы. Очень дельный совет. Вчера я, конечно, не впервые, так скажем, ради расширения кругозора, после службы православный пошел, значит, в местную церковь. Я не знаю, кто у них там есть, евангелисты там они или баптисты, там, в общем-то, непонятно. Просто кирпичное здание такое, ну, вполне ухоженное, новое, там давно Борис Полёнов стоит, называется Надия. То есть Надежда. Оттуда на велике подъехал, спрашиваю, можно ли войти? Я не, конечно, можно. Захожу, но там классическое такое вот собрание, которое собираются вот люди несерковные, по-нашему, ну, и вообще по-божественному. То есть это ряды стульев, сцена, у них там аудиоаппаратура стоит, прихожане, приходят женщины с детьми, мужчины. Я сзади сел так скромно и решил просто поприсутствовать, на камеру не стал снимать, потому что, ну, не было такой договоренности, не хотел привлекать внимание. И, значит, ну, как сравнить богослужение наше православное и это протестантское, сектантское богослужение? То есть нет, никакой вообще даже и в разряд не идет. Насколько у них это все было грамотно сделано? От начала до конца. Это выверенное прям, такое называется, в самом деле называют они служением его. То есть люди собрались, выходят их, значит, ну, кто какое-нибудь услужение церкви, у кого есть какие-то таланты. Начнем с православной церкви. Приходишь, значит, ты православную церковь, и ты горишь весь желанием послужить, значит, Богу. И ты начинаешь искать, спрашивать, как я вот хочу принести себя как жертву, как написано в Писании, чтобы мы были жертвой живой, благоугодной Господу. Обращаешься, значит, к прихожанам, к священникам. Ну, там все мертвые. Максимум, что тебе могут посоветовать по своему опыту. Это меня, значит, сделали, я был там как-то в храме трапезариям старшим, то есть я готовил еду, кормил там, значит, священников, там прихожан некоторых. Ну, это еще так-то, в принципе, нормально, относительно, если бы это было наряду с другими служениями. Дальше я, когда совсем людей не осталось, все бы разъезжались, однажды меня посадили за столик, за лавку церковную. Я там жижурил по храму, я открывал ключами его, я отдельно жил там при стройке большой, я отдельно там открывал, закрывал, торговал, значит, свечами, там, иконками, всякой такой церковной, религиозной атрибутикой. И третье, что мне наивысшее могут предложить, это иди, значит, монахи там или священники. То есть на этом все зацикливается. У сектантов же есть разнообразные виды служения. Кто чем умеет, как написано в Писании. У кого какой дар. У кого руководство пусть руководит, у кого дар слова, у кого дар учительства, у кого дар, значит, там, созидания, какое бы там ни было, это послание Коринфянам написано, то тем Богом будет, и с тем даром-то. У них есть свои люди, которые занимаются служением, у которых есть к этому способности. То есть на сцене там сначала они поют песни, причем хорошие песни. Такие песни, которые, ну, нужно и всем православным было, не грех петь. У них нет ничего еретического, или что противоречит учению православному. Это песни об Иисусе, о Христе, о крови Его спасительной. То есть ты, как сказано в Писании, наседайтесь псалмами, духовными песнопениями, чтобы мы наполнялись Духом Святым. Они этим занимаются прямо. И для большей удобности у них стоят такие прожекторы, и они прямо проекцируют тексты вот этих песен, а в дальнейшем тексты мест Писания прямо вот на стенку. То есть кто мог тоже подпевать, мог заучивать, запоминать места Писания. Дальше выходят у них, значит, свои люди. Не знаю, пасторы, они не пасторы, кто там главный пастор, я так и не понял. И они какое-то поучительное слово говорят. То есть приводят места из Писания. Они людей наставляют, укрепляют в вере. Настолько там все интересно. То есть сидишь в самом деле и удивляешься. Дальше я присутствовал. Они поздравляли новокрещенных. Там были новокрещенные люди. Там три молодых человека, одна девушка совсем молодая и один уже мужчина, пожилой, 80 лет ему. Их пригласили к сцене. За них тоже все вместе молились, чтобы Господь их направил к жизни. Значит, во Христе укрепил их исследование за Христом. Они объявили, допустим, тут же следующего их нового человека, который будет заниматься, например, сбором средств. И там конкретно идет отчет. Уходят пасторы и рассказывают, вот какие нужды. Вот скоро начинается, он рассказывает, о топительный сезон. И 15 октября. И чтобы люди не обращали внимание на погоду, какая теплая, скоро настанет холодно. У них газовый котел, который по ихним стандартам должен 15 лет отработать. Но он уже 36 лет работает, и газконтроль бориспольская не хочет иметь с ними дело, потому что этот газ котел уже просроченный. Поэтому они обращались в Германию к производителям этого котла, чтобы они прислали специалиста, чтобы он провел новый какой-то инженерный осмотр план предприятия, чтобы продлить действие этого котла, чтобы покупать новый, потому что он стоит 200 тысяч гривен. То есть они рассказывают, куда у них ходят средства. Рассказывают, как они свидетельствуют в больнице, как их приглашали, общение с людьми, с пожилыми, покаянных молитвах, что люди реально молятся пред Богом, у них покаяние, читают молитвы покаяния. Где такое можно у православных встретить? И пасторы всегда призывают, что вот у нас есть какие-то нужды, вот денежные, вот кто-то послужит руками, вот на следующей неделе у нас такая-то организация, такие-то требования, такие-то люди нужны, уборка там территории, заранее предупредите нас, кто будет, чтобы у нас хватило, он так шутка говорит на всех, метеолог заниматься территорией уборкой. И я сам сидел, и прям вот, у меня прям вскипала ревность, прям охота мне была тут же встать, подойти или после, сказать, вот с чем я, я вот могу послужить? Даром. Видно, как Дух Божий действует, когда охота вот прям даром послужить какому-то делу Божьему. Ну, я сдерживаюсь, понимая, что не за теми туда пришел, чтобы научиться. Еще раз помолились, еще поговорили, ко мне снова подошел человек, там дядечка такой в возрасте, пожали рук, мы с ним немножко пообщались. Я ничего не говорил им там, что они сектанты, еретики, это не надо было, потому что после того, что я там увидел, мне было, ну, совсем не к лицу рассказывать, кто они такие, потому что по сравнению с тем, что я был за полчаса до этого православной церкви, не за полчаса, а за два часа, это никакое не идет сравнение. Там приходишь, ты толчешься, пробираешься к ларьку, там свечи, там что-то еще, заходишь в зал, помещение там, ну, там где я был конкретно, забито людьми самыми разными, свечи коптят, кадила дымит, дышать нечем, там барматание, тут рядом, короче, кого-то исповедь принимает, отдельно молитвы читает, отдельно священник там, вектинии провозглашает, тут дьякон ходит, кадит, такой сброд идет, сумасбродие, думаешь, ну, как тут живое слово евангельское, кто услышит, в отличие от тех людей, у которых я был. Собственно, я хотел для тех людей, которые ни разу не были у неправославных, значит, христиан, просто для назидания, для того, чтобы взять что-то полезное, у них, например, посетить их. Если у вас, скажем, вы слабы в вере, боитесь пошатнуться, возьмите с собой кого-то еще, но если вы такие неуверенные в себе, боитесь, что там останетесь с ними, то лучше не ходите. Я просто насчет себя уверен, я туда к ним ходил, когда еще в одиночку, был у баптистов, был у других евангельских, там, организации тоже присутствовал, только хорошее там увидел. Насчет, и даже из проповеди, вы там ничего крамольного не услышите, потому что вся проповедь идет евангельская, они не говорили там ни о иконах, ничего подобного, ни о тысячелетнем царстве, ни о священстве, они не обличали ни православных, по крайней мере, при моем присутствии. То есть, как сказал хорошему наставнику учитель Игнатий Тихонович, если нет возможности у вас посетить православную церковь, вы можете сходить туда к баптистам и протестантам. Если вы различаете правду от лжи, вы можете услышать, вы там только хорошее получите, и только научитесь у них, как нужно работать с людьми, какую ревность проявлять. Собственно, хотел я этим закончить. Теперь переходим ко второму эпизоду, значит, моих слов. Так, а ну-ка мне, выходи, иди сюда, оп, пошел первый, второй, родной, куда, куда же это? Ох, какое. Очень не просто тебя словить-то, рыбка. Ну что? По поводу некоторых гневных комментариев под роликом, где я показал, что я рыбок, которых словил, значит, там, в Киеве на Бортничах, запустил в импровизированном аквариум в виде бачка туалета, он находится в туалете, который у меня. То есть, у вас какое-то неправильное понимание. Я встречаю родного человека, который мои ролики видел, он говорит, что ты делаешь? Зачем рыб в унитаз запустил? Я их в унитаз запускал, в туалетный бачок. Там всегда идет часто обмен воды. Это для них как минимум мини-аквариум. Я их подкармливал. К тому же, рыбам какая разница? У них нет такого понятия у человека, понятия там чести, морали, или какое-то оскорбление. Для них это просто очередная емкость с водой. Они мне там спокойно жили. Я никакой не мучитель, не истязатель. И сегодня я решил наконец-то Бориспольский пруд наш запрудить этими переселенцами. Они пожили, скажем так, в некой христианской обстановке со мной. Я их сюда выпущу, они будут тут, скажем так, благовествовать местным рыбам. Сейчас я покажу. Вот они все ребята целёхенькие, мои карасики, красавчики. Сейчас им будет амнистия, они пойдут в настоящее озеро. Я так завязал, что... Первый пошел карасик. Тихо-тихо-тихо. Тихо, не повредить его. Они такие нежные. Вот он какой. Все, отпускаем его в воду. Раз, пошел, исследуй, знакомься, заводи новые знакомства, создавай общину православную тут. Благовеству скажи, жил у людей верующих. Сначала в банке, потом в каком-то сосуде много хорошего услышал. Теперь пойду вам рассказывать. Все, вступайте с Богом. Слава Христу. Ну все, туши.